Добрый день! Мы сейчас находимся в Грузии, где-то кемета-3 от оккупированной территории. Это город Зубдиди. Приехали сегодня с ребятами, чтобы навестить семью грузинского добровольца, гражданина Грузии, который после двух миссий в Афганистане, когда он участвовал в миротворческой операции на благо Грузии, он помогал Украине, воевал против общего врага, против России в Украине, воевал вместе с нашими добровольцами батальон «Донбасс». И 2 декабря он вместе с остальными ребятами был арестован вместе с шестью гражданами. Был арестован в Тбилиси, был обвинен в том, что он якобы хранил у себя оружие, как и все они остальные, и более 20 дней уже находятся в двух тбилисских тюрьмах. Вчера в грузинском парламенте проходили слушания и были заданы вопросы министру внутренних дел по поводу задержанных. Есть достаточно обнадеживающие данные, потому что сказали, что министр сказал, что не надо их называть боевиками, потому что ничего еще не доказано. И я это хочу сказать тем журношлюхам, я иначе назвать это не могу, которые на деньги олигархов поливают лайном ребят, защищавшим Украину, ребят, чего мизинца ни они, ни их хозяева не стоят. И здесь проводится сейчас следствие, половина вещественных доказательств уже уничтожена, гранаты были взорваны, отпечатки пальцев до сих пор не снимались, ну и в номера, где были ребята, имели доступ масса людей. Они оставляли ключи у портье, они уходили в город. Приехали они сюда впервые за три года, потому что они воспользовались первым случаем, что приехал сюда я в качестве официального наблюдателя, и тут Россия рядом, и в случае, если были действительно какие-то фальсификации на выборах и вмешалась бы в Россию, как это было и в Украине, то они бы, естественно, и меня поддержали бы. У отца Руанда Мелли, он грузин этнический, он похоронен недалеко отсюда, в принципе, в Абаша, они планировали туда съездить. Планировали приехать к Луке, Чхети, и под Белиси погулять, и приехать сюда. Каждый день они навещали новую семью грузинских добровольцев, с которыми они вместе воевали. И в этом ничего плохого или странного нет. Люди, защитившие свою страну, люди взрослые, имеющие нормальную работу, они очень хотели и очень были рады встретиться с теми, с кем они вместе рисковали и воевали. И все те люди, у которых вызывает это удивление, я хочу спросить, а ребята, а как вас воспитывали дома? Кидать друзей, предавать друзей, забывать с теми, с кем вы воевали. Гостеприимство, поддержка друг друга, это качество и украинцев, и грузин, и нормальные люди это прекрасно понимают. Сейчас ребятам передали передачи, ребята полностью всем обеспечены, им взяты адвокаты. К сожалению, по поводу украинцев, посольство абсолютно никак не помогает в этом. Один раз посетил консул ребят, и ребята попросили, чтобы эти ФСБшники, консул и первые секретари посольства больше к ним не приходили. Потому что выведывают информацию, пытаются каким-то образом их в чем-то обвинить, хотя по закону они обязаны поддерживать ребят, они обязаны найти адвоката, они обязаны посещать все суды, они обязаны интересоваться ходом следствия, они обязаны работать с правозащитниками, информировать родственников. И за это они получают зарплату, льготы, за это они получают очень много средств. Это их обязано защищать украинцев, вина которых абсолютно не доказана в суде. Но мы приехали сюда не только для этого. Дело в том, что гражданин Грузии Лукачхетия, после того, когда он защищал Украину, он вместе со своими побратимами вышел их поддержать в антикоррупционном митинге в Киеве в начале года. Здесь проходит борьба с коррупцией в Грузии, борьба против российского вмешательства и в экономику, и в политику. Люди, которые защищали Грузию в 2008 году, хотят жить в нормальной стране, где действительно они будут сами себе хозяева. И в Украине те же самые процессы происходят. И Лука в начале года по нему возбудили, сфабликовали дело якобы за сопротивление полиции. И до сих пор идут суды. За год его вина не доказана. И я смотрю, что судья во время заседаний, пока Лука находится здесь, у меня сложилось такое впечатление, что забыла, что она должна судить по присяге, забыла, что она судить должна по закону. Я хочу обратиться к судье, я прекрасно знаю, они сейчас меня слышат. Не думайте, что об этих ребятах некому не побеспокоиться. Не думайте, что наше отсутствие временное должно быть основанием нарушать закон. О них есть кому позаботиться. И любые противоправные действия будут зафиксированы, и вам придется за это отвечать. И мы хочу об этом здесь сказать. По поводу отца Луки, по поводу его семьи. Я познакомился с ними, поблагодарил их за то, что они выросли сына, который для Украины очень много сделал. Он поехал не здесь организовывать свою личную жизнь, он поехал помогать такой же стране, которая послужила тоже жертвой для агрессии России. Я его поблагодарил, и хочу передать от всех украинцев, нормальных украинцев, большое спасибо ему за такого сына. Хочу сказать, что мы будем за него бороться только так же точно, как и за украинцев. Большое вам спасибо. Василий, скажите, пожалуйста, пару слов для тех, кто знал Луку, и сейчас за него болеет в Украине. Я хочу всем спасибо сказать, которые больнуются за Луки. Лука и эти ребята, которые задержали, они ничего плохого не сделали. Они приехали сюда. Лука приехал ко мне в гости с гостями, хотел вместе приехать. И выходит так, что их задержали за нечто. Я хочу сказать нашему правительству, что это незаконно и неправильно они поступили. Надеюсь, их гуманность и ребят, которые ничего не сделали плохого, наверное, скоро, я думаю, что должны освободить. Большое спасибо. Я так надеюсь. Не волнуйтесь. Большое спасибо еще раз. Спасибо всем. Хочу поблагодарить всех тех, кто делает репосты с распространением информации о ребятах. Если вы думаете, чем сейчас можно помочь, распространять правду, это очень важно. Второе, всем тем, кто писал добрые слова, кто помнит, что и Лука, и наши украинцы защищали вас прежде всего, вместе с вами. Тогда, когда было особенно трудно. Для меня абсолютно понятно, что произошло. Эту провокацию сейчас используют против оппозиции в Украине и против оппозиции здесь, в Грузии. Здесь незадолго до моего приезда был Медведчук. Я очень хорошо узнаю почерк. Естественно, есть паническая боязнь тех людей, которые первыми пошли защищать страну, и Грузию, и Украину. Те, которые не мирятся с беспределом, кто борются с олигархами. Есть желание, чтобы эти люди сидели под тюрьмом, чтобы они уезжали в эмиграцию. Этого не будет. Да, действительно, сейчас им тяжело. Но я абсолютно уверен, что они обломают зубы, авторы этой провокации, и об Луку, и об хлопцев наших украинцев. Они все передают большое спасибо, передают привет своим семьям, благодаря всех настоящих украинцев и всех тех грузин, которые выражают слова поддержки. Все будет хорошо. А тем, кто хочет помочь, сделайте сейчас репост. Очень важно, чтобы люди знали правду. У нас правда, для правды очень маленькое окошко в Украине. Еще раз хочу поблагодарить отца Луки за все, что он вырос из такого сина. Слава Украине! Рад был всех видеть.